Гидроциклы, которые вы арендуете во время отпуска, оборудованы одним импеллером и трубкой. Они всасывают воду и выбрасывают её назад, так они движутся. На этом катере двигатели немного другие, двухступенчатые импеллеры. Они засасывают воду и вращают её, потом выбрасывают во второй, который выстреливает ею назад. Немедленное и сильное ускорение. Скоростное плавание. В полиции Майами правда был такой катер. Дон Джонсон плавал на нём, засучив рукава с крутым видом. Ещё один забавный факт о лодках. Когда у тебя есть машина, ты никогда не ездишь на ней целый день на максимальных оборотах. А на лодке только так и ездишь. Ты когда-нибудь ездил на машине, включив максимальные обороты, с момента, когда заводишь её утром и оставив их на максимуме на целый день? Да, у меня был служебный ренок Лио какое-то время, я так на нём ездил. Тем временем, оставшись далеко позади, я любовался величием этой невероятной реки. Вот вам статистика. В Меконге ловят в 13 раз больше рыбы, чем вся рыба, которую ловят во всех внутренних водах Америки, вместе взятых. Питание или доход 60 миллионов человек зависит от Меконга. 60 миллионов человек. Поэтому если портить это такими вещами, как дамбы, вред может быть больше, чем от ядерной войны. А впереди мы с Джереми пытались создать впечатление профессионалов на КПП у вьетнамской границы. Не сработало. Ай! Нет. Здрасте. Спасибо. Мы опытные путешественники, проплываем мимо. Если честно, мы даже родились на лодках. Хаммонд. Мне очень жаль, но пёс таможенника сдох. О нет, какой ужасный момент для прибытия. Думаю, он будет очень недоволен. Здравствуйте. Я начинаю подозревать, что в этой моей рубашке волокна, созданные человеком. Она неудобная. Неудобная. Вдруг РПК стал вести себя очень живенько и бодро. Для этого его и сконструировали, чтобы нестись вниз по реке Меконг. Во Вьетнаме. Камбоджа, река Меконг практически пустая. Во Вьетнаме на реке Меконг много торговых судов. Я тоже был во Вьетнаме на этом этапе, и меня осенило. Мне кажется, я простофиля, потому что я выжимаю из этой лодки всё, а её скорость не превышает 23 км в час, то есть 11,5 узлов. А я пытаюсь догнать людей, с которыми мне и так не хочется быть. Так что я решил сбавить обороты и достать свою новую удочку. Это очень эффективно. Надо бы в самом деле поставить на неё спиннинг или что-то такое, но... Да, это рыбалка в рыбном месте с самым плотным рыбьим населением в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!